Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом войск. Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом войск. 4.53.7 октября 2019 года РИА Новости, Александр Максименко, полк АЗОВ. РИА Новости, Александр Максименко, полк АЗОВ. Архивное фото Москва, 7.3. Новости. Боевики националистического полка АЗОВ. Ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовное дело в России, заняли село Золотое в Донбассе, откуда 7 октября в соответствии с минскими договоренностями должны вывезти украинские войска. Соответствующее видеообращение главы подразделения, экс-депутата Рады Андрея Белецкого опубликовано на YouTube. Как утверждает Белецкий, боевики заняли населенный пункт по приглашению местных жителей, которые якобы боятся, что окажутся после отступления украинских войск в серой зоне. Если свою прямую обязанность защищать каждый сантиметр украинской земли не выполняет президент, власть, то выполняем еще раз мы, ветераны-добровольцы. «Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», — заявил глава АЗОВА. 2 октября на встрече в Минске участникам контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Процесс начнется 7 октября. Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита Нормандской четверки. 3 октября, 08.00 РИА Новости. Формула Штайнмайера как урок для Киева. В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в станице Луганской в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого и настаивали на восстановлении паритета.